Каждую среду в студии телеканала Самарогиз мы говорим об актуальных задачах, перспективах развития и ярких событиях в жизни Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Во вторые выходные сентября в Самаре по традиции отметят День города. Почему праздник будет продолжаться целых три дня подряд? Сколько культурных, спортивных и познавательных мероприятий приготовили для жителей и гостей города? Какие площадки можно и нужно посетить во время главного городского праздника? В нашей студии руководители джазовой программы Дня города Игорь Гейдман и Денис Рыбаков. Мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 202-11-22. Игорь, Денис, добрый вечер и искренне рад вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер, Ян. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну и первый вопрос. Любят ли, на ваш взгляд, в Самаре музыку вообще и любят ли в Самаре джаз? Такое своеобразное, яркое, интересное искусство. Как показывает практика ведения концертов и наполняемость концертных площадок, в Самаре джаз не только любят и жаждут, и постоянно нашим гостям и жителям города Самары всегда мало и просят постоянно чаще устраивать джазовые концерты. Такой фестиваль, который пройдет в рамках празднования Дня города, который состоится 11 сентября, для Самары пока редкость. И мы надеемся, что в этом году мы сможем опять удивить наших жителей насыщенностью программы и разнообразием стилей. Вот вы сказали, что в Самаре джаз любят. Я правильно понимаю, что на самом деле здесь публика избалованная в определенном смысле, в хорошем смысле этого слова? В хорошем смысле этого слова, да. И поэтому для нас была поставлена амбициозная задача и главой региона, и главой города за тем, что в прошлом году прошел на ура нам организованный джазов-фестиваль. В этом году нам нужно было, что называется, в прямом смысле этого слова, удивить гостей. И, соответственно, мы приготовили очень красивую, классную, так скажем, разножанровую программу. Вот вместе с Денисом, я думаю, что нам удастся. Да, вообще в Самаре джазовые традиции очень такие заложены еще в 60-е годы. Даже в 60-е? Я, кстати, извиняюсь, не такой большой заток. В 62-м году прошел первый джазовый фестиваль. Их организатором... Практически 50 лет. Да, был Игорь Сергеевич Васильевич, ГМК-62 проходил первый джазовый фестиваль. И поэтому исторически так сложилось, что джазовая аудитория в Самаре есть. И она несет вот эту любовь к джазу через поколение. Она передается. И вот сейчас наша задача эти традиции поддерживать, их расширять. В прошлом Самара считалась третьей столицей джаза вообще в России. Даже так? Это то есть после Москвы, Петербурга? Да, да. Это вот 60-е, 70-е годы джаз в нашем городе процветал. Были фестивали, была вот эта джазовая жизнь. Экономические, географические условия. Ну, как раз это очень хорошо нам позволяет организовать. И есть, конечно же, планы по тому, чтобы это звание нам восстановить. Вот. И такой фестиваль Самара Open Jazz, он ежегодный, проходит уже с 13-го года. Эта традиция проведения джазового фестиваля была заложена Дмитрием Игоревичем Азаровым. Фестиваль Самара Open Jazz празднуется в рамках Дня Города. День Города открывается именно джазовым фестивалем. Люди заряжаются вот таким позитивным настроением, джазовым, импровизационным, чтобы потом уже продолжить свои выходные, наслаждаясь другой музыкой. Как мы знаем, что во второй день это классическая музыка будет представлена, и в третий день будет представлена популярная музыка. Ну да, наша любимая группа «Синяя птица» — это, в общем, тоже наше всё. Это наша история, в общем-то, мы выросли на ней. Вот если возвращаться к джазу и возвращаться к фестивалю «Самара Open Jazz», и так, а что там будет, что это? Потому что вы сказали, что надо удивлять, нужно как минимум не сделать хуже, чем в прошлом году. То есть надо сделать лучше. Да, конечно. Как раз начну с технической составляющей, что мы добились действительно очень высокого уровня, и нас поддержали это светозвуковое оформление, что немаловажно. Конечно. Мы действительно... В этом году будет очень интересная сцена построена, что это проходит на открытом воздухе. Что мы получили, можно сказать, самую красивую площадку города Самары — это площадь Славы. То, что техническое оснащение будет представлено по последнему, так скажем, слову техники, это действительно очень важно для джазовой музыки, потому что обычно всегда это было так, что джаз и какое-то минимальное светозвуковое оформление. Мы с Денисом добились, и вот уже третий год этот вестиваль проходит на самом высоком техническом уровне. Поэтому нам очень приятно в этом году, что зрители действительно будут наслаждаться не только музыкально, но еще и визуально, эстетический взгляд. Конечно, сцена очень радует в этом году. То есть это будет шоу в хорошем смысле этого шоу, полноценное шоу. Как раз то, как и должны проходить джазовые концерты, мы добились этого уровня, и вот благодарим, что нас поддержали. И как раз по музыкальному программу. Да, да. Да, вот это так, кто же будет? Потому что сказано, что будет ярмарка талантов. Это так. Да, будут представлены самарские музыканты. Так. Вообще, в целом, программа начнется с самарских музыкантов. Открытие будет коллективом Абель Фернандес Бэнд и преподавателями самарского джазового движения. Это такие Абель Фернандес исполняет музыку латиноамериканскую, кубинскую. То есть латиноамериканский джаз будет представлен. И совместно с педагогами джазовой студии движения также услышите хиты джаза. Немного джаз-фанка будет тоже в этой программе. Джазовая студия движения – уникальное такое учреждение, образовательное для нашего города. И мы являемся организаторами всех джазовых программ в нашем городе, и в том числе этого фестиваля. Потом продолжим метрами. Мы услышим квартет Григория Файна. Кстати, Григорий Файн выступит совместно с московским барабанщиком Эдуардом Зизаком. Григорий тоже постоянный участник этого фестиваля. Вот уже как минимум третий год подряд он выступает на этой сцене. И его выступления самарские слушатели всегда очень ждут. И ждут от него каких-то новшеств в джазе. Именно он каждый раз составляет программу специально под этот фестиваль. Ну, он метр. Ему как, во-первых, метр. Во-вторых, наш самарский музыкант. И, соответственно, с него и спрос, наверное, особый. В хорошем смысле слова. Потом продолжим. Мы услышим вокалистку Алла Рид. Это наша землячка. Сейчас она уже долгое время живет в Москве. Является финалистом всем известного вокального шоу «Голос». И многих телевизионных шоу. Активно ведет творческую деятельность и на джазовом поприще, и в эстраде. Аллу Рид мы пригласили как раз для того, чтобы показать, чем наши таланты самарской земли, показать слушателям, чтобы они увидели, что наша земля богата талантами. И как раз Алла Рид тому подтверждение. Я, кстати, прошу прощения, перебиваю. Знаете, о чем сейчас подумал? Очень хорошая вообще получается цепочка логическая. То есть преподаватели – это как бы школа. Да. Это высшее учебное заведение, где можно научиться джазу, причем на очень высоком уровне. И затем… Мэтр. Мэтр. Мэтр и наши земляки. И наши земляки, которые сейчас выступают в Москве, ну, собственно говоря, они уже теперь, наверное, я бы так назвал, люди мира. И в то же время они не забывают про самару. Мне подсказывают, что у нас есть звонок в студию. Давайте пообщаемся со зрителями и продолжим. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Слушаем вас. У меня вот какой вопрос. Вы знаете, вот я очень люблю джаз. И всякий раз, когда я хожу на концерты, я слушаю джаз в закрытых помещениях, так скажем. Это такие, да, залы специальные, музыкальные. А у нас концерт будет на открытой территории, на открытой площадке. Да. Вот меня смущает, честно говоря, какой будет звук, когда вот он так рассеивается. Или у нас что-то предпринято для того, чтобы это звучание было таким полноценным, полновесным. Да, Ольга, спасибо. Спасибо, Ольга, за вопрос. Да, вот это как раз я чуть недавно говорил о том, что звук и свет будет представлен на самом высоком уровне. Конечно, аппаратура будет рассчитана на открытую площадку. И рассеиваться ничего не будет. Вы будете наслаждаться музыкой. Не важно, где вы будете находиться. Либо вы присядете на газоне, либо вы займете места, которые мы тоже приготовили, сидячие. Поэтому звук будет, как музыканты говорят, кайфовый. Поэтому, Ольга, если вы любите джаз, значит, для вас очень близко это название такого, так скажем, уровня. То есть прокачаете вот все площадки. Да, еще раз подтверждаем для того, что вся техника будет на самом... Вот я не зря обратил на это внимание. И вот Ольга сейчас мне еще раз подтвердила о том, что действительно всегда хотелось... Ну, для ценителей это важно. ...чего-то лучшего. Да, в этом году мы подготовились максимально комфортно, чтобы было и музыкантам, и, соответственно, нашим любимым слушателям, которые любят джаз. Денис, итак, продолжаем. По поводу музыкантов. Вот вы сказали, что Григорий Файн, наш мэтр, ну, практически наше все, наверное, почти наше все в джазе. Еще кто? И чем эти люди известны? После коллектива Алла Рид выступит такое джазовое трио, ЛРК, трио. Название этого коллектива как раз это первые буквы фамилий. Лебедев, Ревнюк, Кравцов. Это джазовые музыканты, молодые. В прошлом году они уже у нас выступали как раз на этом же фестивале. Очень понравились слушателями. Представили такую современную джазовую программу, инструментальную. Это не традиционный джаз, вот как его принято понимать. Это современный джаз. Эти музыканты сейчас активно гастролируют по миру. Много где выступают на джазовых фестивалях в Японии, в Бельгии, в Норвегии, в Швеции. То есть это такой авангард российского джаза, этот коллектив. И в этом году они представят расширенную программу совместно с скрипичным квартетом. Ух ты! Будет струнный квартет. И вот эта вот такая отсылка на следующий день, на классику, да, она как раз будет вот в исполнении вот этих ребят. То есть мы услышим, в целом их музыка объединяет в себе и классические начала, и начала нашей русской народной музыки, и традиционного джаза, современного джаза. То есть это вот такой некий симбиоз, который сейчас очень интересен и всему мировому сообществу. То есть музыканты, выступающие в этом коллективе, каждый из них очень такой индивидуальный, и каждый состоялся как личность, каждый из этих музыкантов, он же является востребованным сайдменом в сайдпроектах, ну, когда этого музыканта приглашают на участие в других джазовых проектах. То есть они имеют вот именно еще и свои коллективы дополнительные. Они очень себя так сильно выражают в музыке, и сейчас являются авторитетными такими музыкантами вот в нашем российском сообществе. Программа, которой они исполнятся, как я сказал, она уже будет со скрипичным квартетом, и мы тоже ждем от них новых композиций, ждем, просто ждем этих музыкантов, их всегда приятно видеть. Но лично мне это, да, это мои друзья, и мне всегда радостно встречать их в нашем городе. По поводу мэтров. Игорь Бутман. Игорь Бутман, народный артист России. Имя, величина. Конечно же, я считаю это нашим достижением, того, что удалось его сюда пригласить. Переговоры мы ведем с ним уже с прошлого года, по тому, чтобы он смог выступить на Самару Open Jazz. Мы очень ждем его. Видим большие перспективы сотрудничества с Игорем Михайловичем. Игорь Михайлович – это лидер нашего российского джаза. Очень много организуется для того, чтобы джаз в стране процветал, чтобы о джазе в России узнавали и за рубежом. Активно он и сотрудничает, ну, как раз, да, с зарубежными артистами. Проходит джазовый форум Jazz Cross Borders в Санкт-Петербурге. Я являюсь его постоянным участником и спикером этого фестиваля. Это фестиваль, на котором встречается все российское джазовое сообщество, мировое джазовое сообщество. И мы планируем туры, планируем образовательное участие. Поэтому это большая честь – встретить этого артиста в нашем городе. Он приедет не один, конечно же, он приедет с московским джазом-оркестром. Этому оркестру, если я не ошибаюсь, уже в том году было 10 лет. Это юбилейный год для них был. И этот оркестр, ну, регулярно, как я сказал, уже выступает, исполняет такую программу оркестровую именно в чистом ее виде, как это должен звучать этот оркестр. И в составе мы услышим знаменитого пианиста, тоже нашего российского Олега Акуратова. Он же будет исполнять, то есть это будет просто праздник джаза. В составе оркестра также играет тоже наш земляк Иван Акатов на трубе. Я помню, где-то в классе восьмом, девятом, когда он здесь учился в Самаре, мы с ним даже имели возможность поиграть совместно. И вот после этого он переехал в Москву и представляет сейчас Самару уже и в оркестре Игоря Михайловича. Уважаемый гость, Игорь Денис, большое спасибо за интересную и содержательную беседу. На самом деле очень интересно, я надеюсь, мы с вами увидимся на этих концертах, потому что когда еще есть возможность, во-первых, просто увидеть этих музыкантов, а во-вторых, безвозмездно, то есть даром. Потому что это же, собственно говоря, подарок ко дню города. Я предлагаю сейчас посмотреть интересный сюжет, ну и спасибо вам за визит. Спасибо огромное. Хотелось бы напомнить, что 11 сентября в 17.00 мы всех ждем на площади Славы. Всех, кто любит джаз и всех, кто сомневается, что джаз – это музыка не для всех, приходите, мы вас очень ждем. Мы много для вас интересного подготовили. Приходите. Приходите. Спасибо. Здравствуйте. Грядущие выходные обещают быть максимально насыщенными культурными событиями. С 11 по 13 сентября Самара с размахом отметит День города. Куда сходить и что посмотреть, сейчас расскажу. 11 сентября с 17.00 в амфитеатре склона площади Славы начнется творческая программа Самара Open Jazz. На сцене выступят российские джазовые коллективы и исполнители. В амфитеатре Уладии начнет работу кинотеатр под открытым небом, где покажут отечественные фильмы. Здесь же пройдет фестиваль уличного кино. 12 сентября с 8 часов утра на набережной у бассейна ЦСКА ВВС стартует марафон на Кубок главы города. Забеги пройдут на Волжском проспекте. В 17 часов при поддержке правительства Самарской области на склоне площади Славы откроется фестиваль «Шостакович. Самарское время». 13 сентября на площадке амфитеатра у площади Славы с 16 часов будут выступать местные КВНщики, артисты и группа «Синяя птица». В этот же день с 13 часов на второй очереди набережной будут работать творческие площадки. Здесь можно будет приобрести сувениры на ярмарке «Сделано в Самаре», увидеть спектакли самарских театров на театральной сцене и концерты фольклорных коллективов на площадке «Самарские самоцветы». В программе «Культурное сердце России» выступления хореографических и музыкальных студий. Также на набережной развернется книжная ярмарка «Время читать». На второй очереди набережной можно будет принять участие в бизнес-марафоне, увидеть презентации стартапов и получить консультацию по поддержке малого и среднего бизнеса. В воскресенье 13 сентября пройдет спортивная акция «Самарский Олимп». Она начнется с 12 часов на набережной. В программе «Йога», «Ушу», «Кудо», «Скандинавская ходьба», «Шахматы». Всего будут работать 17 площадок. До 13 сентября продолжит работать уникальный музей под открытым небом «Дорога истории. Наша победа». Празднование Дня города завершится фейерверком в акватории «Волги» в районе второй очереди набережной. А на этом у меня все. До встречи и хороших выходных. А мы продолжаем нашу программу. В нашей студии основатель проекта «Книжная ярмарка. Время читать» Денис Домарев. И я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон в студии 202-11-22. Денис, добрый вечер. Добрый вечер. Искренне рад вас видеть. Ну и я предлагаю поговорить о том, что я сам очень люблю о книгах и о чтении. «Книжная ярмарка» — это новинка. Вот что это? Это же не просто продажа книг на самом деле. Хотя слово «ярмарка» предполагает, что продавать их тоже будут. Безусловно. И мы, когда совместно наша областная организация молодых литераторов совместно с областной универсальной научной библиотекой задумал этот проект, мы рассматривали это не только как продажу книг, и не столько как продажу книг, а как фестиваль, как представление новых трендов в литературе, в книжном деле, в библиотечном деле. Потому что у нас будут на книжной ярмарке представлены издательства, книжные магазины и библиотеки, которые активно работают для того, чтобы продвигать чтение, продвигать книги и говорить о том, что сегодня есть интересного и как с этой книгой можно работать. Поэтому вот этот день, который будет очень насыщенным и разными мероприятиями, как мы знаем, разные мероприятия будут проходить, этот день мы посвятим знакомству с книгой и с тем, как с этой книгой можно работать. Будут мастер-классы, будут семинары, будут встречи с писателями. Вот давайте поподробнее. Что за мастер-классы, что за семинары и встречи с какими писателями? Кого мы увидим? Итак. Ну, наверное, начнем с одного из основных мероприятий. Это презентация всероссийского литературного журнала «Русское эхо», который выходит в Самарской области уже 25 лет. Вот, собственно, у него юбилей, 25 лет, литературный журнал, где публикуются авторы не только из Самары, но и, в общем-то, со всей страны, поэтому он имеет статус всероссийского. И юбилейное мероприятие, посвященное этому событию, где как раз будут читаться стихотворения из этого журнала, вот, лучшие, скажем так, за эти годы, где будет рассказываться о его истории, от того, с чего начался журнал, к чему он идет. Кроме того, мы поговорим, далее будет дискуссия, дискуссионный клуб с писателями, с историками, о том, как противодействовать искажению исторических событий в литературе, о том, как, насколько, как нужно доносить правду о событиях, которые происходили в недалеком или в далеком прошлом, на страницах литературных журналов, в литературных произведениях и так далее. А кто будет, что будут за писатели, что будут за эксперты? Потому что, ну, вопрос, на самом деле, важный, интересный. Вопрос очень важный, интересный. Мы здесь не можем обойтись только собственными силами. Мы здесь привлекли ни много, ни мало литературную газету, одну из крупнейших газет, выходящих в России именно по литературным управлению. И к нам приедут представители литературной газеты. И вот автор этого проекта, который называется «Настоящее прошлое», Александр Чистяков, поэт, член Союза писателей России, ну, и человек, который много делает для развития вообще литературы в России. В частности, проводит молодежный поэтический фестиваль «Цири» для молодых поэтов. И к участию в этом диалоге мы привлечем наших писателей, и работающих на историческую тематику. Владимир Плотников, который написал замечательный роман «Степан Бердыш» «Основание Самары», исторический роман, который я лично могу сравнить с произведением Алексея Толстого «Петр Первый», где по языку, по погружению в исторические события, другая, естественно, временная эпоха, понятно, что это не то. Нет, понятно, но просто как бы вы сравниваете сразу с классиком. С графом Толстым, как его называли когда-то. Язык, как удается, знаете, когда говорят авторы исторических произведений, когда не ты уже пишешь за героев, а герои говорят за тебя, и ты как будто являешься их проводником. Вот Степан Бердыш... Это надо погрузиться. Это абсолютно надо погрузиться. То есть ему это удалось? Ему, мне кажется, это удалось, и он вот работает на ниве исторической прозы. Дмитрий Агалаков тоже наш замечательный самарский писатель, который работает в частности в жанре исторических романов, и ему есть тоже о чем поговорить, как эту правду историческую совместить с вымыслом, с неким литературным вымыслом. Александр Громов, председатель Союза писателей, который и прозаик, который пишет замечательные произведения, рассказы, повести. Он, в частности, в некоторых своих произведениях обращается к афганской войне, тоже часть нашей истории, без которой никуда не те участники. В общем, дискуссия будет великолепной. Дискуссия будет великолепная. И у нас будет также одно из мероприятий. Всеми нами любимый известный Борис Кельман будет презентовать свою книгу о Камчатке. Красочное издание, вышедшее с картинками, с текстом о путешествиях. Он вообще много путешествует. Его впечатления, его эмоции, ну и через призму, опять же, искусства, творчества, бардовской песни. Естественно, будут бардовские исполнители. На его презентации к ней никакие не скажу. Пусть приходят жители города, слушают. Тем более, что у нас в этом году Грушинский фестиваль, он был в формате онлайн. И, наверное, не хватает любителей бардовской песни вот такого общения. То есть это будет отчасти Грушинский фестиваль такой? Ну, отчасти. Это громко сказано, но чуть-чуть, да, вот частичку прикоснуться, так сказать, к этому замечательному событию нам тоже удастся. Мы начали говорить про мастер-классы, и вы спрашивали. Здесь вот очень интересные вещи. Я всем рекомендую приходить с семьями, потому что библиотеки, как наши городские, замечательные центральная система детских библиотек, взрослая система библиотек, так и библиотеки, которые работают в области, в районах Самарской области, уделяют большое внимание работе с книгой именно с детьми. Как сегодня мы понимаем интернет, как сегодня привлечь юного читателя к книге. Для этого есть и викторины, и конкурсы, и книжки-то необычные появляются, когда их можно потрогать, пощупать, понюхать. С запахом есть книги, тест-3D, когда наводишь телефон, и все эти картинки оживают. И вот такие мастер-классы там будут представлены, когда можно прийти с ребенком и показать ему, смотри, книга – это интересно. В соцсети от них никуда не деться, но вот когда книга лежит на столе, и она оживает буквально в прямом смысле этого слова, ну, наверное, ребенок будет в восторге. Да и взрослый, я думаю, тоже. Мастер-классы, значит, дискуссии, что еще? Вы сказали, что можно будет и купить книги, я правильно понимаю? Да, у нас представлены, ну, я не знаю, насколько уместно называть... Ну, можно без названия магазинов, но, скажем так... Без названий крупнейшее издательство страны будут представлены на этой выставке. Те, которые выпускают... Мы делаем акцент на художественную литературу, на детскую литературу, на литературу, в общем-то, такого не узкоспециального направления, хотя такие тоже и по психологии книги будут тоже. Вот чтобы посмотреть, и книжные магазины, и издательства подготавливают лучшие свои издания, вот последние новинки, показать... То есть новинки, то прям самое-самое свежее. То, что, может быть, у некоторых даже еще в магазины не поступило, потому что только из издательств. У нас и московские издательства, и самарские, и из других городов приезжают, поэтому можно почитать, полистать, посмотреть, что-то можно будет приобрести. Встречи с писателями где будут? Вот осталось две минуты, буквально, вот кратко. И что это будет за встречи с писателями? Какие это будут писатели? Вот вы сказали про дискуссию, а отдельно будет какое-то общение писателей с читателями? Там будет происходить в таком, в живом интерактивном режиме, когда писатели будут приходить на площадки издательств и союза писателей России, Самарского отделения. С ними можно будет пообщаться напрямую. Часть мероприятий будет проходить на сцене. В фестивале определенной ярмарки, вторая очередь, набережная. И, кстати говоря, вот я сегодня принес буквально из типографии. Да, покажите, что вы принесли. Это Михаил Онищенко, это наш замечательный поэт и прозаик, ушедший из жизни уже 8 лет назад. В этом году у него был бы юбилей, и к его юбилею мы издали двухтомник его произведения. Михаил Онищенко «Избранная проза и поэзия». Об этом авторе Евгений Евтушенко сказал, что это лучший подарок российским читателям за последние 30 лет. И вот такая книга тоже будет представлена на книжной ярмарке, а потом попадет и в библиотеки. Можно будет взять и там почитать. Я думаю, здесь мы живем в Самаре, благодатное место, где творят и пишут и продолжают писать замечательные писатели. Михаил Онищенко один из них. Приходите, познакомьтесь с писателями и ныне живущими, к сожалению, уже ушедшими. Действительно, это не стыдно и показать, и почитать, и духовно, культурно обогатиться. Ну что ж, Денис, спасибо за интересную, содержательную беседу. Мне подсказывают, что время программы, к сожалению, подходит к концу. Но я надеюсь, что мы с вами обязательно увидимся на мероприятии, на Дне города, потому что я сам большой любитель чтения. И, уважаемые земляки, о чем я хотел сказать? Мы постарались рассказать о предстоящих мероприятиях Дня города, но очевидно и понятно, что мы не могли охватить все события. Мы рассказали только о малой части предстоящего праздника. Главное, что мы хотели до вас донести, будет интересно. На Дне города каждый найдет для себя нечто особенное, нечто личное. Каждый найдет для себя свой маленький праздник, свой День города. Подробная программа предстоящего мероприятия находится на сайте телеканала Самарагиз. Заходите, читайте, смотрите нас. Слушайте и увидимся на Дне города. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...